Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелиза Сосоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милоки и Дельмонг. Я буду рассказывать коротко о том сегодня, что вокал может обучиться классическому любой человек, абсолютно любой человек. Вопрос заключается в настойчивости, в воспитании внимания и регулярных занятиях. Почему я могу так утверждать? Потому что сила человека хранит волшебные эффекты. И очень много Богом заложено. Это единственный инструмент, который есть у всех людей. и объединяет всех людей. Это единственный инструмент, владея которым человек не боится высказывать своё мнение, потому что он развивает себя очень глубоко. Чтобы выйти на сцену, нужно быть очень сильным человеком. Чтобы петь с большой концентрацией внимания, нужно быть сильным человеком. И сейчас мало концентрации внимания, к сожалению. Чтобы иметь правильную концентрацию внимания плюс бесконечно правильное внимание в момент пения, которое не отвлекает вокал от эмоционального состояния на сцене, значит, нужно воспитывать несколько внимания одновременно работающих. Это очень сильный человек. И это может быть и профессионал, который зарабатывает деньги. Может быть и непрофессионал. Хотя я считаю, слово профессионал, который зарабатывает деньги, не очень правильное. Потому что человек, который начинает как любитель, в смысле, без желания постоянно, регулярно выступать, может всё равно достичь огромных успехов и быть профессионалом в плане звукоизвлечения, в плане понимания работы на сцене и так далее. Мне очень интересно наблюдать, как развивается личность человека. Есть у человека желание петь, есть желание переучиться, как второй вариант. И как этот человек меняется и снутри. Потому что любая позиция внимания, она меняет внешнее проявление. Внутреннее внимание меняет внешнее проявление. И человек, который медленно начинает правильно петь, долгая молодца. Он иногда очень быстро понимает уже другой процесс, когда легко осваивает сложные вещи. А бывает наоборот. Человек быстро доволен тем, что он уже умеет и дальше не развивается. А развиваться нужно любому человеку. И самому высокому профессионалу нужно всё равно развиваться. Потому что любая новая музыка, она требует развития. Нельзя просто напеть. Её нужно проработать. Пропустить через себя сам музыкальный материал. Великие композиторы писали так гениально, что просто исполняя высоко технично, технологично материал, там уже заложена музыкальность, там заложен драматизм и всё остальное. И современные режиссёры, они как бы и не нужны. Это надуманная профессия современных режиссёров, которая, к сожалению, мешает петь на сцене. Поэтому я считаю, что время пришло вокальных режиссёров, которые понимают вокал. И пока что их очень мало. Я написала статью, уже она опубликована. Ссылку вы можете увидеть в описании. Статья называется «Бальканта сегодня или сто лет спустя». И я там указываю разные развивающие моменты искусства Бальканта. Нежелательные моменты, но они существуют в современном мире. Как сохранить Бальканта? Почему оно не сохранилось в большом объёме до нашего времени? И я хочу сказать, что лепту внести в сохранение Бальканта может каждый человек. Свою инициативу в своём городе, в своей местности, там, где он живёт или там, где он хочет проявить свою инициативу, можно. Люди творческие, можно открыть новый театр, можно начать цикл концертов именно в правильном вокальном, вокальной работе. Я очень много работаю над воспитанием людей в старой итальянской вокальной школе. И надеюсь, что эти люди, они активно будут использовать то, что они умеют. То, чему они научились. Потому что они вырабатывают колоссальную энергию. И этой энергией нужно делиться с людьми. Музыка настоящая поражает с первого момента. И для того, чтобы понимать настоящую большую оперную музыку, старой итальянской техники, не нужно никакое образование. У человека просто так открывается челюсть, думает, неужели так вообще можно петь? Неужели это такой большой звук? Или неужели это так красиво? Неужели богатый тембр? В статье, которую я упомянула, я как раз указываю о препонах, которые случились примерно 100 лет назад, 80 лет назад. И как сейчас всё происходит. На смену пришли матовые голоса, и люди бьют себя в грудь и говорят, что они технически правильно поют. Хотя техника старого бальканта, она универсальна для любого человека. А то, что сейчас часто слышится, это не универсальная техника. Это использование какого-то маленького процента от возможностей. И я бы сказала, что когда человек заходит в настоящий серьёзный бокал, в технику, это как пещера с огромными, большими, разными дверьми. И для каждого произведения музыкального есть своя дверь. То есть той же самой техникой можно петь разную музыку, просто стилистически правильно её преломляя. Мне хочется сказать, что люди не должны думать очень сложно о старой итальянской школе. Нужно получить знания, которые раскрывают возможности конкретного тела. И люди устроены в единой системе все. Поэтому нужно быть пытливым, нужно спрашивать, нужно не бояться менять. Нужно слушать хороших вокалистов. Субтитры создавал DimaTorzok